Эти русские всегда были какими-то странными. Ходили в непонятных штанах и носили зачем-то меха, когда все нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были нетолерантны, запрещали однополые отношения, а в просвещенной античной Европе мужчины любили любить друг друга. Русские были настолько отсталыми, что, как правило, мужики жили с бабами и заботились о семье, а не о светлом демократическом будущем. У русских варваров даже не было рабства. Какой позор! Русские – самый молодой народ, поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов. О раскопках Триполи, Украина и костюмках под Воронежем к русским не относятся. Это были древние укры в перемешку с древними евреями. Государство русским построили шведы даже раньше, чем сибирь. Русские не мылись, а бани у них строились исключительно для разврата. Умение мыться русским отдали европейцы, причем отдали совсем безвозмездно. Так что сами даже забыли, что это такое до походов на Аравию. Снова стали мыться в эпоху Возрождения. А то, что воду можно подогревать и мыться горячей, европейские рыцари узнали во время крестовых походов от арабов и очень узлились. Религию русским презентовали греки. До этого у русских была какая-то дикая вера, которая запрещала пить алкоголь, давать деньги по проценты, обманывать людей. Письменность нам подарила Византия. До этого русские, когда ходили походами на Константинополь, мирные и торговые договоры подписывали крестиком, а составляли устно записанные на виктофон. Русская княжна Анна Ярославна, которая стала знаменитой королевой Франции, выйдя замуж за короля, была хуже всех при французском дворе. Она одна умела читать, мылась и чистила зубы. Вот русская дикарка. До Петра Россия была дикой и варварской. Петр привез много полезного – табак, парики с овшами, немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами, а главное – флот, которого в России раньше не было. Ведь Олег на Византии на руках брасом плавал, а по рекам русские, видимо, на плотах ходили. Канада подарила нам хоккей, который попал к канадцам из неизвестной восточной страны, где люди в валенках на озерах в него играли изданно. Русские варвары врывались в среднеазиатские кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города. Русские были очень агрессивны по отношению к народам Сибири, переводили на их языке Библию, обращивали к христианству. Причем делали это извращенно, в дружеской форме. Америка всегда была лучше России. Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы, первые слетали на луну. Американец Сикорский изобрел вертолет. Американец Зворыгин – телевизор. Попов, Гагарин, Циолковский, Королёв, братья Можайские. Конечно, все они были в душе американцами. Да, и, конечно, Америка победила Гитлера во время Вьетнамской войны в Ираке против терроризма. Еще Америка подарила Россию свободу от СССР. В 90-х мы свободно могли одеваться как клоуны, бухать, наркоманить и умирать молодыми. Мы свободно могли посылать на три буквы родителей и забивать на учебу. Могли не обращать внимание на детей и не искать себе работу. Мы свободно могли быть бандитами и проститутками, лесбиянками и геями. Тогда в 90-х у нас, как на Западе, все было по справедливости. Бокотей жировали, трудяги голодали. Образование чуть не стало такое, как у них, и мы чуть не стали такими же умными, как американцы. Заводы закрывались. А зачем они тогда в 90-х нужны были? Нефти же навалом? Русские в 90-е годы сокращались по миллионам в год. Но это не важно, ведь мы были свободны. Спасибо Америке. Конечно же, русский язык не крутой. Русские фильмы не модны, традиции и культура варварские. Ведь лучше одеть в минус 30 китайские кроссовки, чем теплые, но не модные валенки. Русские очень агрессивные. Они напали на шведов от Полтавы, на поляков Кремлева на 1612, на Наполеона при Бородино, мы неадекватно применили силы в Сталинграде. Мы оккупировали Восточную Европу, которая была свободной под охраной миротворца Гитлера. И первую, и вторую мировые войны развязали русские. Это Сталин вынудил Гитлера напасть на СССР. Сначала подговорил завоевать пол Европы, а потом спровоцировал на войну с Советским Союзом. Сталин был маньяком и извращенцем. Звонил каждый день по утрам Гитлеру и говорил ему «Ледиска, падла, сука, пасть порол». Наконец, Гитлер не выдержал, после того, как в последний раз Сталин позвонил ему по сотовой связи 22 июня в 4 утра. И таково наговорил, что Гитлер отдал приказ немедленно перейти границы СССР. Таким образом, советская армия варварски расправилась с гуманным немецким фашизмом. И самое главное, мы навязали Америке гонку вооружения, хотели на нее напасть, сбросить атомные бомбы и вследствие этого развязали холодную войну, из-за чего американцы просто вынуждены всех подслушивать и за всеми подглядывать. А если не получается совладать с русскими, истерить по этому поводу.